и елене шерибон передаю права вот тогда делаю ее с организатором или да все можешь включать воспроизводить экран презентацию камеру да ну погромче немножко если можно они нормально нормально все это у меня запись идет да у меня 45 минут я включил все запись есть уважаемые коллеги приветствую вас и мы начинаем наш мастер-класс по теме мафы вот например мы будем разбирать этим образом можно развивать свою территорию и сейчас я включу свой экран и вы будете добры скажите кто видит его виден ли он доведен хорошо хорошо он на пол он этот виден работа и можем можем начинать да да пожалуйста хорошо вот мы съездили не так давно с небольшой группой с экспертами съездились в одну из самых дальних точек бурятии это крымтанский район село кучегер село уленхан и рядом с ним стоят две базы туристические курортные базы это вот местность кучегер и местность умха и вы об этой местности прекрасно знаете может быть сами бывали и хотя я хотела вот здесь на с примере практики показать таким образом через на мафы мафы это малая титурные формы можно развивать свою территорию и как он может влиять на развитие вашего проекта но я немного расскажу так андрей скажи пожалуйста да рая страница видна да видна единственное ты знаешь как можешь сделать включить именно демонстрацию чтобы был только один слайд виден который куда вот так нет все равно весь экран не да что давайте я получаю секунды коллеги даже я вот так вот сделаю ой подождите это на слайдшоу сейчас секунду здесь бывают такие какие-то что вот 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 про их проехали которая левее масштаба нет вот эту кнопку да хочу надо даже я не смогу остановить потом а вот так вот видна другая страница все очень хорошо у меня камера выключается так ну коллеги я буквально минутку себе потому что вы есть люди которые не знают вот я занимаюсь все проектной деятельностью давно еще вы наверно слышали про фестиваль белый месяц оттуда началась проектные деятельности фестиваль эстрадной песни и консультирую предпринимателей у нас есть проекты которые и живут приносит миллионы в бурятии они сейчас скажем запущены давно и мы создаем и продвигаем новые продукты услуги вот с командой мы проводили фестиваль и 22 числа 22 сентября будет второй фестиваль черемахи на чекое хотя 4 4 год проходит но из-за ковида приостановили реализацию этого фестиваля и мы его делаем на территории кяхтинского района вот фестиваль основан на культуре казаков русских в основном татар потому что целевая аудитория с в основном это туристы из монгольской народной республики вот я автором и являюсь автором фестиваля ночь йохара идея зародилась еще на третьем курсе и сейчас вот этот фестиваль успешно идет но я это показываю для того чтобы вы понимали какой опыт есть практически и я одна из первых начала возрождать войлок в бурятии сейчас вот войлочное направление очень хорошо развивается по всей бурятии это тоже заслуга нашей команды а эта работа в татарстане вот мы в прошлом году были заняты написанием поиском идеи написанием 30 бизнес-планов на территории одного муниципального образования одного района и опыт показывает что 30 бизнес-планов это конечно много потому что ну понятно что нужно ставить перед собой реальные цели нужно понимать ресурсы территории может ли муниципалитет охватить ну такие крупные вещи или проекты или оставаться ну скажем взять приоритет несколько направлений например три или пять проектов и по нему работать остальные проекты могут быть помогать вспомогательными но те проектные команды они у нас достигают больших побед вот и очень хочется надеяться что у нас на акселераторе также будут победные проекты здесь устаревшая таблица но наши проекты уже на уровне всероссийскому известные не говоря уже региональным и так далее но а сейчас задача стоит конечно а монетизации дальнейшей от этих проектов потому что минутная победа это хорошо нужно сделать проект жизнеспособным и дальше идти мы также занимаемся исследованиями просто эту схему показывать для того чтобы вы увидели насколько мы но серьезно относимся к развитию туризма на сельских территориях и откуда мы не просто вот берем и что-то создаем с неба да а вот мы уже знаем территорию и понимаем каким образом откуда где есть начало и где и следствие каких-то вещей и что нужно на определенной территории запускать это и экономика и культурные какие-то особенности логистика очень много факторов на которые влияет успех или не успех того или иного туристического продукта опыт показывает коллеги как будто ни было все равно тренды трендами а когда человек мечтает и хочет все-таки нужно создавать свои правила игры потому что вы сейчас являетесь организаторами туризма действующими предпринимателями и всегда нужно рассматривать себя как точку отсчета как человека который меняет территорию меняет людей это очень непростое действие и поэтому нужно понимать что когда заходите в проект в первую очередь вы должны понимать что люди которых нам к вам приходит они когда вы создаете правил игры 70 процентов людей они согласны на ваши правила игры потому что человек приходит приезжает отдыхать и то что вы им даете они возражать не будут это 70 процентов 20 процентов потенциально могут нарушить правила и 10 процентов нарушает правила тут уже как бы ничего не сделаешь но тем не менее с каждой с каждым человеком с каждым туристом нужно уметь разговаривать научиться разговаривать мы вот недавно проводили исследование по лояльности по необходимости внедрение системы качества на туристских территориях и следующий раз на следующей встрече я могу детально вам рассказать какие были итоги потому что итоги были очень интересные а то что говорится и то что в реале есть это зачастую но сильно отличается скажем так и были проанализированы за последние четыре года социальные сети вот сайты и отзывы собраны ваших туристов и соответственно появляется такая интересная картина над которым нам всем в бурятии необходимо работать но коллеги я вероятно повторяюсь тем не менее в контексте нашего мастер-класса сельский туризм это туризм который предполагает временное размещение туристов сельской местности в цель и отдыха или участие сельскохозяйственных работах без извлечения туристам материальной выгоды вот вот это концы определение сейчас рабочие и туризм на территориях это физическое пространство муниципальных образований или муниципальное образование несколько муниципальных образований которая характеризуется наличием общего турпродукта. По сути, коллеги, у нас акселератор называется «Бренды на великом чайном пути», и мы не рассматриваем вас в рамках одного муниципального образования, давно уже пора перешагнуть этот рубеж и уже думать более масштабно. И если мы, например, объединяем Кижингинский и Волгинский район или Кяхтую и Сингинский район, это уже правильный подход, потому что от этого подхода будут все иметь выгоду. В первую очередь, конечно, туристы. В первую очередь туристы, а потом уже непосредственно вы. Итак, наша тема, каким образом малые архитектурные формы влияют на развитие территории. Что такое, во-первых, малые архитектурные формы? Я зачитывать все не буду, внизу вы видите синим, это можно скопировать и зайти и понять, какую функцию, какие виды есть. Но вот главное я хочу сказать, что сейчас мафы играют очень большую роль, потому что очень мощно развивается архитектура и, соответственно, вот эти маленькие скульптуры, которые мы вначале не особо придавали значения, сейчас играют очень важную роль, эстетическую роль, продвиженческую и так далее, потому что с развитием интернета у нас очень сильно все поменялось, поменялись формы коммуникации, это нужно в первую очередь тоже учитывать. Вот, давайте мы рассмотрим примеры удачных мафов. Коллеги, давайте таким образом. Андрей, я бы тебя попросила, если будут вопросы, сразу можно прерывать и задавать вопросы, вступать в диалоговые формы, поскольку это не мастер-класс, и хотелось бы, чтобы вы тоже поразмышляли. Вопросы, в смысле, от участников чада? Да, конечно, конечно. А ты не видишь чад? Я не вижу, я вижу. Ну что, пока ничего нет. Я могу просто... Там пока ничего нет. Просто просьба моя. Есть такой... Почему-то я взяла Санкт-Петербург, наверное, не случайно. Там есть вот такая маленькая скульптура, петербургский ангел. Его придумал кукольник Иван Шустров. Шустров – это человек, который создает куклы, работал в кукольном театре. И он установлен с 12-го года и стал символом Петербурга, Адмиралтейского района, если быть точным. И вот питерцы очень полюбились, полюбили его. И люди, жители шьют ему разные шарфики, шапочки, фотографируют. И вот изображена скамейка с правой стороны и специально связанные шарфики, особенно осенью, когда зимой холодно приносит ангелу и фотографируется с ним. Вот такое бережное отношение к нему. В этом же городе, в северной столице, есть вот такой интересный маф. Это самый маленький памятник Санкт-Петербурга. Чижик Пыжик – скульптор, его архитектор, наш земляк Вячеслав Бухаев. У него очень много наград, и у него стоят скульптуры по всему миру. В Париже, Лондоне и так далее. Его знают все первые лица. Не все, а многие первые лица государств. Вот, и Чижик Пыжик, его крали семь раз, подплывали прямо на лодке, и он очень популярен, и сверху бросали монетки, бросают монетки на удачу. И вы видите, такие очень много с левой фотографии монеток там лежит на дне. И это вот такой символ. Вот, Вячеслав Бухаев, это его была тоже идея, я его лично с ним знакома. Он рассказывал такую длинную историю, как она создавалась. И помните песню Валерия Леонтьева, да? Чижик Пыжик где-то был, на фонтанке водку пел. Вот как раз эта вот песня об этом стала популярна после того, как вот эта маленькая скульптура появилась. И как пишут критики питерские, они говорят, что это не самая лучшая скульптура, но одна из очень раскрученных, поэтому сюда вообще стекаются миллионы туристов, фотографируются с ним, и многие мечтают иметь у себя вот такую скульптуру дома. Ну, Чижик Пыжик живет своей отдельной жизнью, у него появились прототипы в разных городах и в том же Питере, поэтому вот такая вот интересная вещь. У меня есть тоже небольшой опыт, но это не МАФ, это не малая архитектурная форма, а настоящий памятник. Когда я работала в Сбербанке, мы с Татьяной Павловной Басовой, может быть, вы знаете, потому что вы предприниматели, возможно, получали кредиты или шли на сопровождение в банке. Мы с ней создали вот такую большую скульптуру «Верхневоденский купец». И я на самом деле через себя понимаю, насколько трудно создать удачный МАФ, потому что техническое задание к нему я писала три года. Вот честное слово, я не вру. Мы искали долго идею и не знали, как писать. И как только очень много книг я перечитала, русскую литературу заново, хотя я филолог. И вот образ с левой стороны, купец Капельман, когда я увидела его образ и начала писать техническое задание, дело пошло. То есть МАФ, вообще скульптура, это не просто бездушный камень, а вполне себе такой объект с душой, с историей. И внизу вы видите дом с атлантами. Вот как раз Капельман там открыл первый у нас в Алан-Удэ кофейню, кинотеатр. И вот та роль, та вот эта вот благодарность ему, знание истории помогло наконец-то реализовать вот этот вот проект. И очень важно, чтобы я вот на примере скульптуры скажу, чтобы скульптура была интерактивной. То есть люди не просто смотрели, любовались, фотографировались, можно что подойти погладить. Вот и фотографии вот с левой стороны, с правой стороны, когда мальчишки, подростки отрезали кусок железа для того, чтобы оттуда спилили его и вытащили оттуда денежки какие-то. То есть уже детишки относятся к нему как к живому объекту. Не к живому, а скажем так, к функциональному вполне объекту. Но там на самом деле были деньги, потому что там есть специальная дырочка для денежек. И возле ног купца там есть надпись, которая мотивирует человека совершить какие-то действия. Вот очень важно, чтобы маф, любая скульптура вошла в историческое пространство. И мы знаем много примеров на примере своего города, что очень часто вандалы могут разрушить новый памятник или еще что-то, потому что он не заходит, так скажем. Повторюсь, что мы съездили в село Кучегер, и там вот это пространство Умхэй – это курортная зона такая. И здесь предприниматели, также ваши коллеги успешно развивают бизнес и очень бережно относятся к пространству. Если посмотреть, вот с дорожки, вот видите газоны, по которым нельзя гулять. Вот есть такие деревянные дорожки в хорошем состоянии. Вот они, давайте глянем, каким образом используют пространство. Вот сразу после входа, возле входа есть вот такая, вот очень много используется природного дерева. Вот коряга растет, и чтобы совсем его не срубить, они оставили, значит, ну вот такую вот старую корягу и расположили такого мышонка, который вот кому-то приносит письмо, и очень так качественно, хорошо сделано. Конечно, вот такой мотив, он умиляет всех и настраивает на такой лад, такой, скажем, позитивный. Вот. Идея МАФов очень важна. Я работала до этого два года в ресурсном центре поддержки ТОС, и мы знаем, когда мы объезжаем объекты по Республике Бурятии, очень много МАФов сейчас появляется, и они сделаны, ну понятно, что разного качества. И вот если посмотрите на этого веселого гуся, который выполняет функцию еще не только украшения пространства, но еще и является, акцентирует внимание на благоустройство, там растут цветы. И вот эта вот тележка, я специально подходила, смотрела, попросила разрешение, сделана очень качественно, крепко. Вот, поэтому вот такие штуки, сделанные из души, они действительно привлекают внимание. И при этом вот этот гусь, он действительно там живет, он живой, и он у каждой МАФы имеет свое имя. Вот. Здесь также из глины слеплена лягушка, две лягушки даже. Они, у них вот своя тоже история есть. И вот по поводу символов, да, места. У нас есть село Выдрино в Кабанском районе. В этом Выдрине есть замечательные ТОС, гномики, это тоже предприниматели, они делают садовые фигуры. И мы разговаривали с девушками и говорили о том, что они говорят, вот, а там садовые фигуры стандартные, такие же, которые могут продаваться и в Саратове, и в Рязани, и так далее. Там медведи, волки, гномы, что там еще бывает. Я говорю, девчонки, сделайте Выдру. Они говорят, они живут Выдрино. Они говорят, мы не можем сделать Выдру, потому что нас так с детства обзывали, вот Выдрины, Выдры и так далее. И мы начали работать с этим образом, и плюс к этому, вы знаете, что там еще располагалась исправительная колония 4, поэтому Выдринцам на самом деле не так трудно было, не так просто было с этим словом работать. Но когда мы поняли, что Выдра находится, может жить только в экологически чистом месте, тогда мы уже начали думать, что вот этот образ, необходимо его проработать и сделать его и одной из главных образов, садовых фигуров, символов, сувенирках и так далее. И вот эта работа сейчас наша продолжается. Что касается лягушки. Ну, лягушка сама по себе сказочно веселый образ, и такой же случай у нас был в Кяхтинском районе селе Чекой. Там одна бабушка, она делала фигуры, ну, если честно сказать, не очень эстетического вида. Матрешки, лягушки из глины, вы приблизительно понимаете. Но, тем не менее, она нас убедила в том, что именно лягушки являются символом чистоты, экологии, что вот это кваканье, оно излечивает и так далее. И она продолжала делать лягушки и не бросила свое ремесло и стала победителем всероссийского конкурса по сувенирам. То есть, когда человек внутренне убежден, что он прав и он не изменяет своему искусству, своему, не искусству, а ремеслу, то однозначно у него будет успех. Вот. Обыгрывают очень интересно вот люди камни. Вообще, истории камней в Бурятии, там, где много есть памятников, керексуров, где таких памятников истории, это очень выгодная вещь на самом деле. И вот вы видите, что с левой стороны, ну, вот что-то вот рептилии, и то ли крокодил, то ли что сделано. Вроде, казалось, ничего трудного нет, но, тем не менее, тоже является мафом, привлекает внимание. И вот дорожку к оршанам, к лечебным, тоже сделали красивыми камнями. И это не просто камни, по которым можно проскользнуться. Вы понимаете же, да, когда мы в лечебный, вот, на оршаны ездим, и они обрастают тиной, и постоянно нужно камни приводить в порядок, щеточкой, чтобы люди не падали. Вот, очень красиво уложенные камни. Поэтому за ними тоже необходимо ухаживать и следить. С правой стороны вы видите идола такого деревянного, который, собственно говоря, намекает о том, что есть тут хозяин, и необходимо соблюдать правила эстетики. Вот, и они не сделали там, я не знаю, белого старца, да, как у нас принято. Они создали вот идола. И, тем не менее, вы видите монетки там, собственно говоря, к этим монеткам мы еще вернемся. Вот, тоже хороший, обыгранный такой маф возле источника. Вот это вот практически, я считаю, что это очень серьезная работа, потому что человек, который ставил вот этот маф, он очень четко знает, какие архетипы работают, да, в изобразительном искусстве, вообще в искусстве. И здесь маска сама, то, что символ изменчивости, многоликости, то, что за маской может скрываться другая суть и так далее, да, игровое, вот этот вот двуликости есть, да, и вот сама вот поза, да, то ли это стихия, то ли распятость, то ли еще что-то, или навстречу стихии, или это напоминает Титаник, да, то есть каждый видит то, что он видит, поэтому очень интересная вот эта вот привлекающая, и завлекающая такая вот такой мафа. Андрей, выключите, пожалуйста, там у кого-то включен, по-моему, звук. Вот, коллеги, посмотрите, с правой стороны вот качели, обычные качели, они взяли искоряк, сделали вот такое существо при близком рассмотрении и на фоне вот пасмурного неба, это, конечно же, дракон. Дракон – это вот как раз символ нашего великого чайного пути. Вы видите внизу памятник, герб города Кяхта, и у нас в России, по-моему, 12 городов имеет, нет, не в России, а в мире, потому что, по-моему, Будапешт, просто не буду наугад говорить, 12 городов, в 12 городах есть символ вот дракона. Что это значит? Дракон – это имели право носить такое изображение в своем гербе, города, которые торговали чаем, именно кяхтинским чаем, именно чаем, который провозился через великий чайный путь, Казань, по-моему, в том числе. Просто я не успела вот посмотреть, можно и поизучать. Поэтому вот этот дракон – это как раз та история наша чайная, которая продолжается сейчас и очень актуальна. И вот в Китае, на Востоке вообще дракон считается символом очень хорошим процветания. У него, у дракона, есть 9, ну, скажем, 9 сходств внешних с другими животными. Например, у него клюва орла, чешуя рыбы, ушки кролика и так далее. И он как раз совмещает такую многовековую мудрость и процветание. Вот, пожалуйста, дракон очень красивый получился у них. Вот этот маф, к сожалению, я не смогла найти фотографии. Мы приехали туда очень поздно. И вот с правой стороны озера, и там построено вот такое прям внутри мафы из камней, откуда бьет горячие ключи. И таким образом они, видимо, защищают сам источник, потому что, ну, чтобы он не забился. И поставили туда камни. Ну, с левой стороны я взяла фотографию из интернета. А вообще, когда зима и вокруг очень, ну, такие сугробы, люди там купаются и оздоравливаются вот в этом озере. Это здесь, в этом озере, можно купаться хоть 40 минут, сказали, а в самом источнике 5 минут. Вот это вот место вы знаете, но это получился такой маф, если можно так сказать. Это, кстати, сам по себе не специально придуманный, а его создали люди сами. Потому что вот рядом Кучегер, источник, и люди приходят на костылях и оставляют здесь свои костыли, потому что они уже не нужны. Проходя какой-то курс лечения, нет необходимости уже костылять, и они все здесь оставляют. Когда мы приехали, там вот они собирают в одном месте, местный житель сказал, что их стало меньше, потому что было очень много, и постоянно это все выбрасывается. Там есть очень такие древние костыли, там тоже интересные такие прям с головой, там драконы, еще что-то тоже. Тоже можно рассматривать и приобщаться к этому месту. Ну вот, мафы еще могут быть такие. Это не Умхэй, это не Бурятия. У нас отапливается зимой дровами, много частного сектора. И вот такие вот дровяники можно сделать в виде мафов. Тоже очень красиво. И в Усть-Бургузине есть также способ закладывать. Они особым способом укладывают дрова, и там даже какие-то рисунки есть, поэтому это тоже может стать таким достоянием для, скажем, для идентификации места. Потому что мы знаем только, что только в Усть-Бургузине так делают, таким способом укладывают дрова и так далее. Ну вот маф тоже. Это не мафа скульптура. Голова Ленина. Это наш стал бренд. Он уже мало отношений, наверное, имеет с коммунизмом что-то. Он уже давно вошел в наши легенды, истории, анекдоты. И молодежь позитивно относится к этому. Мы проводили исследование, увидели, что они гордятся головой Ленина. У меня подруга Штефа ко мне приезжала из Германии, говорит, давай быстрее съездим на голову Ленина, хочу посмотреть. Это Ленин, который похож на Бурята. И вот эта вот тема, она постоянно разыгрывается. Вот левые и нижние фотографии. Это я взяла фотографию вполне себе такого источника, Байкал-Дейли, вы знаете, да? Когда коммунистическая партия объявила конкурс селфи с Лениным. И вот такая фотография, она была у них ключевая. Многие, когда работаем, да, спрашивают, вот, Лиска изображает, что вот намекает, что голова Ленина, Ленин похож на Бурята, и таким образом шутит, ну, и спрашивает, как реагировать на эти шутки. Вот, ну, я хочу сказать, что здесь ничего такого нет. Просто оно вызывает какую-то эмоцию, ну, и пусть это как бы не наши проблемы, да? Ургант, вечерний Ургант, тоже пошутил по поводу головы Ленина, вот, с фотографией. И у нас по-разному шутит. И вот наш молодой художник создал такой маф, вот, это маленький сувенир, это не маф, вот, с головой Ленина. То есть вот эти темы, они очень популярны, и есть у нас несколько сельских поселений, где есть вот такой тоже маф созданный, но просто это копия, да, больших скульптур. Например, «Мать Бурятии» у нас копируется часто, да, и другие такие скульптуры. Вот, коллеги, хотелось бы вот с вами побеседовать, да, вот, это тоже маф с Умхея, и вот обычно вот такие вопросы приходят, да, откуда брать идеи для маф, откуда брать средства на возведение маф, как сделать маф своим, и может ли маф быть каналом привлечения туристов? Ну, безусловно, на последний вопрос сразу отвечу, что маф может, если удачно впишется, если он будет нести какую-то идеологию и ценность, или будет не просто забавным, а еще впишется в контекст вашего туристического места, то он однозначно может быть каналом. Если вы еще его украсите QR-кодом и там организуете какие-то интерактивные игры или QR-код будет вести на ваш сайт, это тоже может быть не просто выполнять эстетическую какую-то, разделяющую территорию функции, но еще может продвигать ваш сайт в интернете. Вот, и как было сказано, что чтобы увидеть Чижико-Пыжико, приезжает очень много туристов, и вот таким образом маленькие, совершенно 11-сантиметровые скульптура стало символом такого города, вот это тоже очень важно. И безусловно, он является инструментом продвижения. Вот, и хотела бы я спросить, откуда, вот как сделать МАФ своим? Вот этот гномик, как вы уже догадались, он тоже является своего рода таким местным образом, потому что у него лицо местного жителя, это юмор, тоже позволяет, ну, как-то так, пространство делать... Коллеги, слышно или только у меня потянуло? У меня что-то пропала связь с Еленой. У вас сейчас слышно? Улан-Удэ также разыгрывала, там разыгрывалось 500 тысяч рублей. То есть я к тому, что с каждым годом интерес к МАФам будет появляться и усиливаться, и вы поэтому на своих территориях также думайте, что может стать вашим символом, какую идеологию он может нести, какую концепцию, какую роль он будет играть, куда его ставить, можно ли сделать из него маленькие прототипы, да? То есть с чем он может быть связан, как он может быть там культурно связан и так далее. В связи с этим я хочу обратить внимание, вот очень многие предприниматели спрашивают, откуда брать идеи. Они говорят, мы деньги зарабатываем и вообще об идеях не думаем, нам кажется, что это очень трудно. На самом деле, чтобы взять идеи, не нужно владеть фантазийным мышлением, просто можно знать технологию и понимать, где это все лежит. Вот. И у нас есть инструмент такой, чек-лист по анализу ресурсов территории. Мы специально его делали в рамках 100 уникальных сел Бурятии. И он очень упрощен. Его можно взять, распечатать и искать идеи. Искать идеи, и как Андрей сказал на предыдущей лекции, вам очень в этом могут помочь ваши туристы. Туристы, которые живут в Бурятии, туристы, которые впервые приезжают в Бурятию, люди, которые переехали к вам год-два, у них глаз не замылен, и они понимают, как люди говорят, что у них интересного, что у них уникального. И всегда нужно стараться местные ценности и местные уникальности вводить сюда, в свой МАФ. Вот. И если посмотреть, вот видите, здесь написано природные, какие бывают ресурсы, природные объекты, человеческие ресурсы, образовательные и так далее, и так далее, климат, события, да, вот отсюда и можно находить, копать, копать. У нас в Бурятии в этом смысле, она вообще бесконечно интересная. Вот действительно у нас есть все, у нас есть много культур, которые вот очень уникальные, они действительно есть только в Бурятии, потому что наши русские, непростые русские, они мне говорят, вот, Лена Валентиновна, пожалуйста, скажи, какие мы, мы не хотим быть простыми русскими, мы хотим быть какими-то необычными русскими. И мы начали копать, это был Кабанский район, собрали людей и начали думать, думать, кем могут быть жители, вот допустим, Кабанского района, да, и увидели, что они бывшие, вот, приехали из Архангельской области, мы нашли общие слова, которые используют архангельские, жители Архангельска, вот, в частности, город Каргополь, там есть интересные, там есть Белое море, именно поэтому они, когда выходят в море, допустим, называют Байкал морем, когда выходят на рыбалку, они не берут с собой вареные яйца, игрушки у них очень такие, сделанные с топора, там медведи и так далее, да, то есть это вот один в один очень одинаковые вещи, они пронесли и бытовые какие-то места, там сени, сарай, они также называют одинаково, то есть и идентифицируя себя в этом, да, они создают культурные пространства и начинают продвигать, пока еще не так смело, как хотелось бы, но тем не менее, видите, проект, он может быстро дозреть, а может несколько лет, вот у нас есть проект, который пять лет мы вкладывались и думали, что это безнадежно, в прошлом, именно прошлой зимой, когда ковид закончился, он пошел у нас, тоже туристический такой проект, домик Бабы-Яги, вот интересный такой проект, и сейчас они хорошо работают, ну, они как работают хорошо, они работают тогда, когда им нужно, ну, почему бы нет, вот, но в отличие от инициатив, вы, конечно, предприниматели, поэтому вам нужно, пожелаю вам, чтобы вы активизировались и проекты свои уже начали делать сейчас, вот, и на тот вопрос, где брать идеи, вот, пожалуйста, мы можем с вами проконсультироваться и поискать какие-то идеи и дальше уже визуализация, формат и так далее, я также могу вам подсказать, потому что сейчас появилось очень много интересных материалов, из которых можно делать прочные, непромокаемые, такие устойчивые мафы, на которых можно сидя фотографироваться даже взрослым людям, мы мечтали, что будет такой материал, но наши ремесельники, а в Бурятии неофициально работать 6,5 тысяч ремесельников, это тоже такое исследование, и эти люди, они нашли свою форму, ну, скажем так, и вот реализуют свои такие проекты, вот, Андреевна, мне сколько минут осталось? А можно, вот у меня вопрос, вот эта табличка, я прям даже скрин сейчас, группу кину, а ты можешь пояснить, как с ней работать, вот, которая сейчас на слайде? Угу, вот, например, мы приезжаем в какую-то деревню, возьмем село Барахан, Крумханского района, да, вот тоже в один район возьмем, и берем чек-лист, и вот он очень упрощенный, и мы смотрим, например, человеческий ресурс, да, кто у нас есть, и мы смотрим, ремесленники, сколько у нас человек, что люди делают, какие люди у нас есть, какие мастера есть, работники бюджетной сферы, безработные, то есть мы всех... Это описание скорее, да, это описание, направление по описанию. Мы, это анализ ресурсов территории, мы проводим инвентаризацию своей территории, и когда мы видим инвентаризацию своей территории, мы вдруг начинаем видеть, что среди вот ремесленников не просто люди, а капитан корабля есть, да, который с интересной историей, который может, ну вот, интересное рассказать, или человек, который работал на большом, допустим, в газе, как называется, автомобильной компании «Газель», да, «Газель», да, «Газель», и придумал, например, название «Соболь», да, «Газель Соболь» же есть, «Газель Барбузин», это я к примеру говорю, и таким образом можно сделать такой маленький маф, например, «Газель Соболь», даже написать письмо туда, и сказать, давайте, вот мы приглашаем, или вместе давайте придумаем что-то, и тогда получается какой-то такой, какая-то идея, которая может вполне себе иметь, ну, вырасти до какого-то определенного проекта или до какого-то маленького мафа, ну, почему бы не? То есть я правильно понимаю, что мы ищем просто вот, когда мы описали территорию по этому алгоритму, который ты предлагаешь, оттуда возникнет тысяча идей для мафа точно. Да, да, здесь тысяча, да, 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 здесь нужно копать, это самый первый шаг, потом, видите, Андрей, мы, когда работаем в проектах, мы уже, мы даем их первое вот это задание, которое они, вы можете сделать дистанционно, а дальше уже мы подключаемся, приезжаем туда, и уже начинаем дальше вместе прорабатывать и искать какие-то идеи, либо у них, например, какая-то идея есть, вот в селе Бечура, они говорят, вот у нас самая длинная улица, которая, сельская улица мира, которая получила, это отмечено в книге рекордов Геннеса, и когда мы делаем запрос, ищем и так далее, мы никакого свидетельства не находим, что она обозначена в книге рекордов Геннеса, но тем не менее, факт остается, ну, как бы легенда остается, а само свидетельства нет самого, но, что интересно, она действительно в очень многих, вот в интернете, она действительно показана, что самая длинная улица. Это вот то, что мы говорили в моей лекции про то, что важно не факт, а то, что об этом думают люди, да, это действительно... Да, но здесь очень важно не додумывать дальше, иначе получается не очень хорошая вещь, например, как история случилась у нас, когда туроператоры предложили байкальский проект, не проект, а забаву, байкальский поцелуй, когда они пробуривали маленькую лунку в Байкале, зимнем Байкале, и туда наливали напиток какой-нибудь, крюшон, и из трубочки пили этот напиток, и потом после них, во-первых, оставалась грязь, во-вторых, с концепцией Байкала это никак не связано, это чисто такая придуманная, додуманная, скажем так, придумка, которая, собственно говоря, сельское население, очень... местное население очень... и вот эту инициативу, которая хорошо пошла, кстати, но сейчас уже этого нет. Было очень интересно, что за короткое время вот эта история, как появилась, так и исчезла. Ну, тут да, как маркетолог принцип здесь очень простой. Вот вы берете то, что уже и так ушло в народ, и это используете в своем продвижении. Минимально это вот, ну, только... чуть-чуть это оформляю, грубо говоря, да, у нас тоже было вот в моей практике работа там даже с крупнейшей BP компанией английской, да, в России, вот мы придумали то, что уже ушло в народ в России, и, соответственно, это использует в продвижении, что масло ТНК чистить двигатель, да, например, классическая наша компания была, вот, или в мегафоне при выходе на рынок. То есть это везде, что мало, что в больших компаниях такой основной принцип, вы используете уже устоявшийся стереотип. А он может быть как правдивый, так и не очень, но он уже прижился, и в это люди верят. А во что верят, то и используются. Да, вот из этого очень хорошо сделать какую-то сувенирку, допустим, вот климат мы видим, да, вот чернозем, я вот сейчас первое слово увидела. В Иркутской области Усть-Ярдынский округ, там в Бохунском районе очень высокий, но не очень высокий, относительно большой урожай, допустим, идет в зерновых и так далее, и хорошо картошка растет, вот вы знаете сами, и есть такое выражение, земля жирная, хоть на масло маш, ой, хоть на хлеб маш. Вот, и местные как раз вот инициативы, они спрашивали, как мы, как пойдет, если мы будем, изобразим такой маф, такой небольшой, где будет буханка хлеба, сверху намазанная черноземом. Ну, но почему бы нет, это во-первых, во-вторых, как она будет смотреться, как она визуально будет оформлена, какую функцию она будет играть, это целый, знаете, документ надо составлять, чтобы она хорошо вписалась, чтобы она была подкреплена и поддержка местного населения. Тут тоже очень принцип, вот тоже у меня есть, наверное, статья на этот счет, даже просто участвующие в проектировании, вот это есть уже в людях, вы соберите небольшое собрание местных жителей и попросите, чтобы они сами предложили варианты, потом, пускай сами же выберут лучшее, и, соответственно, потом это разовьют, а потом уже какой-то художник, только уже имеющийся идею, чуть-чуть подкорректирует, уже эстетично, вот и все. То есть, соучастие всех остальных в проектировании вот этих мафов, прекрасный способ. Да, художники, художник художнику рознь, поэтому обязательно нужно туда вовлекать людей с таким другим мышлением, скажем так, потому что мы знаем, что мы, если так думаем, оно может не зайти. То есть, мы когда, например, делаем дизайн войлока, мы приглашаем человека с европейским мышлением, если мы хотим продать Европе. мы приглашаем монгольского мастера, если мы хотим продавать Монголии и так далее, и так далее. При этом люди, не обязательно, чтобы они были, имели там образование, высшие там учились в Германиях и так далее, но тем не менее, чтобы они понимали, чтобы животом чувствовали вот этот ресурс, чтобы они понимали, с чем они работают. Это очень важно. Ну, тут да, тут такой момент, что вот я, ну, 51 регион, я полу пересчитал, а соответственно, везде есть свои традиции. Вот ты используешь местные традиции или стереотипы, или там легенды, как угодно это можно назвать, для того, чтобы здесь же это создавать. То есть, локальное всегда действует лучше, чем глобальное, потому что оно уже прижилось. Вот так. Ну, вот у нас половина сейчас, вот первого в Москве, до первого шестого у вас, да, я так понимаю, что вот, в принципе, мои вопросы, может быть, тогда, Елена. А половина чего? Ну, в смысле, половина первого. Я спрашиваю, сколько времени прошло? А, нет, сколько у меня осталось? Ну, в принципе, вот мы сейчас 45 минут. Завершаем, да? Да, потихонечку. Ну, хорошо, давайте, коллеги, я тогда завершу. Вот, коллеги, вы еще раз, потому что вы являетесь в своем проекте человеком номер один. У вас есть конкуренты, это нормально, это хорошо, что есть конкуренты, значит, место хлебное. У вас есть сторонники, и если вы вовлекаете людей в свой проект, это очень выгодно и экономически, и морально. Во-первых, у вас будет сообщество, вы будете подпитываться, и вот результаты, да, невысокие затраты, потому что они все могут как волонтеры вам помочь сделать. Если вы возьмете их идеи, и внедрите вообще вовсе, ну, это круто будет. И они, люди начнут исследовать родной край, да, и для них эти проекты будут своими. Они не будут говорить, это проект там Ани, Тани, там Олега, они будут говорить, это наш проект, ну, пусть будет, тогда вандализма меньше будет, да, и уже человек будет сам меняться, и, конечно же, они, если вы дадите авторство, скажете, что это сделал народный художник такой-то, идея чата была, архитектор был такой-то, художник такой-то, да, ну, ничего не убудется, то у вас будет ваша команда, которая будет, собственно говоря, расти. Ну, у меня все. Все, спасибо, коллеги, если какие-то вопросы задавайте. Еще ехать, да, хотела сказать, коллеги, если кто-то у вас возьмет на защиту МАФ, это будет очень интересно, потому что на примере этого МАФа вы можете показать производственную цепочку, каким образом создавать МАФ, МАФ, и тогда вы будете, ну, вообще. Ну, тут лучше у тех, у кого пока проект вот в начальной стадии, делать немножко, но сделать, да, чем, ну, вот, у кого уже есть имеющие. Да, ну, вот смотри, Андрей, вот мы когда ездим по крутым местам, где, там, скажем, номера стоят от 15 тысяч и выше, да, но я вижу пластмассу, ну, я никого не хочу обидеть, да, но это мы видим, мы и в городе это видим, а хочется что-то такое необычное, что там не так сложно сделать, чтобы можно было погладить, сфотографироваться, вот этого вот не всегда хватает, скажем так, у вас на ваших точках. Это да, МАФ уже вносят, действительно, имеющимся проектом, вносят жизнь, вносят такую фишечку, приправку, да, вот как бы... Даже они могут играть ключевую роль, потому что они могут сказать, а пойдем, там, где Карлсон-то был, помнишь, в сапогах, ну, вот так вот, это уже будет искать... Легенда, да, вот тоже поддерживает. В общем-то, действительно, вот попробуйте, действительно, очень интересно, вот пишет Елена, да, Виктория, вот, коллеги, в видео, Елена, тебя тогда презентация, хочешь, кидаю сразу, хочешь, мне пришли, и, соответственно, видео тоже вот сегодня будут, что мои лекции, Елена, мастер-класс, спасибо. Хорошо. Спасибо за ваше участие, да, счастливо. У нас в субботу 4 мастер-класса, 4, и разбор с Еленой консультацией, вот, мы с Еленой консультируем в 10, ну, 3, значит, по Луну Дэ, потом 4 мастер-класса, может, что-то отвалится, но все прям интересные, очень рекомендую. Вот, все, коллеги, хорошего дня, вечера, всего доброго, до свидания. Спасибо. Да, до свидания, всего доброго. Спасибо.